Ужас какой-то. Вообще. Боже, милостью будь не грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчеславе согрешил Господи, прости меня грешен. Достойно есть всякого истину, блажите Богородицу, преснобоженную и пренепорощенную. Матерь Бога, нашего счастнейшего, херавима, славнейшего истину, Серафим. Безысление Бога, Слово, Родишу Исущую, Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Стратовому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воскрес и измертуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитву ради причистой Твоей Матери, силы щаснага желтворящего Христа, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, як во благо исти человека любит. Аминь. Боже, милость, будь мне грешен. Создав ими, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня грешен и помилуй. Как всегда, мы делаем первый, это начал семипоклонный называется. И небольшое здесь вступление сделать надо. Не у всех эти данные есть. Я решил ознакомить с «Житиями святых» по Дмитрию Ростовскому, 12 книг. Как молились. Выборку сделал небольшой, там 1173 больших жития, больше половины страниц занимает. Я даю точные данные, потому что я составлял на них симфонию и насчитывал. Это все на нашем сайте есть. Поэтому данные здесь абсолютно точные и добавить совершенно нечего к этому. Как молились, начиная с первого века. Вот мы уже дошли до 21 января. Потом, как и Примсирин молился. Вот. 31 январем заканчивали вчера, это у нас было. Никита, как к нему дьявол подходил и на молитве пел вместе с ним. Говорит, он боится молитвы. Он боится, он стоит и поет вместе с ним. И ты, говорит, ты книги считай, а я за тебя буду молиться. Ну и довел до того, что совсем, говорится, сбил его. Братья это заметили. Дальше 1 марта Евдокия. Молилась распростершись крестообразно на земле. Мы так не молимся. Ну где один человек бывает, на поле можешь молиться. Руки крестообразные, лежать в подобающем, ну при таком месте, которое тебя не запасит. Первые христиане молились стоя крестообразно или вверх поднимали руки. Сегодня кто об этом знает? Я показываю с жития. 19 марта. Хрисанф. Отец совращал его и подослал к нему в комнату много красивых женщин. Он же молился о спасении. И они все уснули и спали, не вредя ему. Ничего он не делал. Никакой борьбы не вел, ничего. Просто молился, и они все заснули. 5 апреля. Пуплий. Этого имя даже никто не знает. Пуплий. Подняв крестообразно руки, непрерывно молился 10 дней. И дьявол-лазучик, послан от Юлиана Отступника, не мог пройти в разведку о противнике. То есть был такой император в Греции, Юлиан Отступник, очень талантливый. Чрезвычайно умный. Его имя очень похоже на Юлиан. Ульянов. Точно такой же. Одновременно мог делать, сразу разговаривать и отдавать. Писал что-то и отдавал распоряжения очень важные. С Григорием Богословом учился вместе. Ну, с ним поступили несправедливо. Боялись, что он будет претендентом. Брата родного убили. И он решил отомстить. Произвел обряд раскрещения. То есть в яму выкопали яму. Он туда залез, сверху решеткой и бычьей кровью кропили на него. Чтобы обратно раскреститься. Вот такой обряд был. И вот он пошел, когда воевать, с сатаной знался в открытую. И посылает дьявола. Дьявол лазучик. Не человек. Ну, разведчики. Разведчики, где у врага войска стоят. И он дошел. А один молится. Молится. Руки так протянул. Это образно сказать. От каждой руки у него, как китайская стена. И сатана, дьявол-то не мог пройти. Не мог. Здесь сидеть. Стоял, вернулся к Юлиану. Говорит, не могу. А почему не могу? Не могу и все. Бывало, иногда говорили, что там человек стоит и молится распятому. Это было такое. С Киприаном Карфагенским. И он понял, говорит, да если ты его имени так боишься, трепещешь. А когда он придет судить мир, как христиане, говорят, что с тобой будет? И через это пришел ко Христу. Дьяволу, говорю, так не понравилось. Он колдун был. Давай его душите. Чуть не задушил. И он как только отпустил его немного, он бегом в храм, и Василий Великий его принял. Он говорит, крести меня, не выйду из храма какой-то. Ты оглашенный. Тебе надо проверку пройти. Мне выйти нельзя, у меня души-то. Ну и крещение, когда стали делать, сверху упала бумага, подпись, где он подписал душу сатане. То есть вещи, которые не каждому далеко известны. 12 апреля. Афанасия. Есть Афанасий имя. Это с двое имена, как Александр, Александр, Валентин, Валентина и Афанасия. Матфей прочитывал каждую ночь псалтырь. Вот я в тюрьме когда сидел, сколько сидел, у меня молитва была, псалтырь, я за два дня просчитывал. Новый Завет одновременно с ним за неделю. Ну и каждый день в камере по часу, по полтора. Молитва было пять раз в день. И утром, и вечером получается семь. И Господь как на крыльях пронес. 8 мая Арсений Великий. Видели, что он был как бы в огне во время молитвы. Вечером поднимал руки, становясь лицом на восток. И так молился до тех пор, как утром взошедшее солнце ласкало его своими лучами. Он говорил, зачем ты, солнце, прерываешь сладость молитвы? Буду молиться о тебе, он сказал, посетивший его, доброй, богатой женщиной, чтобы Бог изгладил из памяти тебя. То есть она принесла большое сокровище и разрешение получила от епископа посетить его. Поставила здесь свой, какой там, принесли сундук или что, ящик золотом. И говорит, у меня большое несчастье, ты помни обо мне. И он говорит, я буду молиться, чтобы Бог изгладил тебя из памяти. Она огорчилась, к епископу вернулась и говорит, он так сказал мне, раны на сердце еще больше. Он говорит, он сказал, чтобы ты на память не приходила. Ты женщина красивая, хорошая. Он как умный человек, как сфотографировал. И чтобы ты из памяти ушла у него, чтобы не смущало его. А, вон как. А 11 мая Кирилл. Кирилл и Мефодий, просветители славянских народов. Вот здесь интересная вещь, для нас полезная. 11 мая, это по старому стилю. Молился, чтобы Бог погубил трехязыковую ересь, запрещавшую славянским народам понимать Слово Божие на родном языке. А почему? Кто-то сказал, что освященное перед Богом только три языка, которые были на кресте написаны. Сеи есть царь иудейский. Какой? Ну, латинский, естественно, греческий, еврейский. И придумали, и это приняли епископы. И никому не разрешали переводить на другой язык. И арестовали, сколько он сидел. Но папа был в то время, тогда-то еще разделения-то не было. Помогли ему. А вот я сегодня хочу сказать, нужно молиться. Сегодня запрета-то нет ни на еврейском, нигде. Запрет на русском языке. Молиться Кириллу, Мефодию. И чтобы Господь разбил эту ересь. Люди стоят, ничего не понимают, как Феофан Затворник говорит. Ныне завтра, говорит, ныне завтра. Ну, когда-то же надо, говорит, переводить-то. Народ-то ничего не понимает, столбами стоят. А сектанты в это время их тысячами, миллионами даже, миллионами уводят. Почему? Человек любит Бога, ничего не понимает. А к нему вот в дом стущатся. Прекрасные люди. Хочешь Библию знать? Библию. Да, всю жизнь желал знать. Пойдем к нам. Все, свидетели Иегова. Они работают. Вот придумали эту ересь, самую настоящую. Хотя, собор был с 17-18 года. Ну, председательство было, тогда избирали патриарха Тихона. Это уже с его участием было. О том, чтобы на русском языке. Библейское можно сегодня хоть когда считать. В Салтыре у нас тут все время на русском языке приезжает митрополит. Все считает на русском языке. А остальное на церковнославянском. Мы могли бы легко добиться. Написано, что перевод только надо представить, как у Георгия Кощеткова в Москве. Чтобы там рассмотрели. То там при патриархии какие-то центрские отделы. Но мы на это не пошли. То есть у нас богослужение в наших двух общинах идет на церковнославянском. А библейское, что из Библии взято на русском, по синодальному переводу 1876 года. То, что одобрено было синодом, патриархией здесь, за рубежом, везде. То есть это то, что выпускает патриархия. Вот этому. А которое поется, блаженство поется, там, отче наш, то мы и не меняем. Так на церковнославянском упоется. То есть мы избрали золотую середину. Многое понятно, но остальное надо учить, рассказываем. То есть молиться об этой ереси. Что нельзя молиться на русском языке, как будто Бог не понимает русского языка. Ну люди так вот привыкли. Я нахожу это из 11 мая. Сегодня у нас воскресенье. Земных поклонов только два поклона. Ну и третий уже после вочи наш будет. Все. А вечером уже, опять считаем, все земные поклоны. Как всегда у нас 100 поклонов. И Господи, Владыка живота моего, эту молитву, земными поклонами, 16 поклонов. Вечером. Потому что вечером сегодня, это уже начинается понедельник. А в пятницу вечером уже земные поклоны не делаются. Как делать? Истово крестное знамение еще раз покажу. Как ты два перста слагаешь или три? В православной церкви написано равно спасительно. Так это князь Владимир принял. Так Сергий Радонежский молился. А троеперстным Серапим Саровский молился. Ян Короштатский. Вот у нас вообще не разрешается и так, и так. Потому что церковь приняла, патриархия приняла и зарубежная церковь. Старые обряды, все хулы снятые, запрещения снятые. Вот. Поэтому полная свобода в этом вопросе. Значит, крестное знамение четко на центр лба. На чрево, где пуп. Правая, чтобы тело почувствовало, рука ему должна. Левая, перпендикулярно. Не где-то рука, а так. Поясной поклон такой, чтобы рука могла при поклоне достать пол. Его не надо доставать, но проверить себя. А земной руки перед собой не брось, а вместе. И не сгибать пальцы. Десять пальцев, это десять заповедей. Коснуться их лбом, коленями на земле. И поэтому сегодня воскресенье. У нас тут молимся все. Мы причастники, идем на ритургию. Поэтому псалтырное чтение дома не считаем. И утренне-вечерние молитвы отложили. Почему? Потому что мы дома молились, готовясь ко причастию каноны. Канон покаянной, Божьей Матери, Христу, Ангелу хранит. Ну, как положено. Что-то считается в церкви. Когда другие заходят на исповедь. А в это время в отдельном помещении у нас считается. И заходят по одному. Вот такие отличия от простого дня. На такие дни мы показываем как. Вот немножко ознакомлю, как молились. Это любому понятно, что необходимо бы знать. Сейчас посмотрю, какая у меня тут эта страница, чтобы запомнить. Заведу. Две страницы прошел я. Ну, а потом большой материал. После начала также буду говорить о молитве. Из нашей книги к истинному православию. Эту книгу я материалом собирал 40 лет для нее. Она свободна в продаже. Очень богатая книга на все. И на крещение, на покаяние. Темы такие разбиты о слове Божьем. О бродобритии. О пьянстве. То есть обо всем, обо всем. Эта книга называется «К истинному православию». Кто не знает, можете скачать себе или заказать. Тут можно было. Так. Что у нас сегодня есть утром? За молитвы святых отец нашего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. То есть есть такие места молитвы считать, где крестное знамя не совершается, а поклону не делается. Вот смотрите, если вам видно кому. Это надо знать, просто устав. Если кто не знает, устав живет в Москве, то я знаю, где это правильно делается. Около храма Христа Спасителя метров 250. На этой стороне канала видны купола. Это называется храм Николы на Берстеневке. Это Московского патриархата. Кирилл Сахаров, игумен. У него все ведется по молению, все литургии по старому обряду. Они не единоверцы, не старообрядцы. Патриарши. И недавно, он везде, где бы ни бывало, везде так ведет по старообрядческие одежды и поклону у него синхронно. Все правильно. И, ну как сказать его назвать, заместителем или как патриарха Кирилла, Иларион Алфеев, митрополит, совершает богослужение по старому чтину, как князь Владимир принес. И он там прислуживает, и народ везде. То есть, ну, все это принято. Ну, надо знать. Если не знаешь, что и не делай. Но не воюй против того, чего не знаешь. Вот смысл какой. Как правильно? Смотрите просто. А один, другой раз, а потом можно и запомнить. Еще раз показываю. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти в тебя грешного, яко и коли же благое сотворив пред тобою, но избави от лукавой, да будет мне воля твоя, да неосужденно отверзла уста мои недостойные, восхвалю имя твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аминь, Царю Небесный, утешитель души истины, и живи везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси, блажа души наша. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим, и не веди на свои искушения, но избави нас от вукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки, аминь. Гос, ставши от сна, припадаемте блаже, и ангельскую песнь попеемте сильной. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна воздвигаемся, Господи, ум, и просвети сердце, и снимай, и отверзивая, иже петьте, святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, ико и горжи деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому герает Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня лениво и грешно, не побил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал и всеобычно. И в нечаяния лежащего возле гмеи си, воежеутривете словословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь ословесем Твоим. И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечное. Воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сыны, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. После этого у нас считается третья часть кофейзме, Псалтырь на русском языке, и на русском языке молитвы. Господу Христу, Ангелу-Хранителю и преблагословенной при Снадеве Марии Богородице. Сегодня это не считаем. Я сказал, почему мы уходим в храм сразу, почти. Молите Бога о нас, цветы угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Ибо мы усердно к вам прибегаем, К скорым помощникам, молитникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Обрадана, Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, И благословен плод чрева твоего, Яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Счастного, Желтворящего Креста Господень, Оставь нас грешных, уповающих матья. Спаси, Господи, люди твои, И благослови достояния твои, Победа на сопротивные дары, И твоя сохраняя крестом твоим жительство. Не знаю, то ли он закрылся, то ли он не движется. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Спаси, Господи, и помилуй, вопиющих тебе. Метрополита Лариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, Священерея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Васильева, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, Диаконова, Евгения, Александра, Михаила, Андрей, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и надо еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твои на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Арбакена, Амана. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это доброе мирное время. И приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступление от Тебя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава Тебе за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все таланты, дарованные Тобою. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, и от нечистой силы живущих там. Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, Алексея, Иосифа, Романова. И пришли добрых жителей, знающих Тебя, любящих уставы Твои. Сохрани школу у нас. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их, Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нину, Олегину. И Рашид, пределы общин. Побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, щадо их, Валентину, Алексею, Валентину, задержу. Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Благоспови и Господи. Михаила, Нину, Анну, Сочадом и Юрию, Георгию, с кем познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Возри на врагов и разруши их замыслы, дабы не препятствовали благовестию, и закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумия и примири их с нами. Благослови благодетелей наших Елену, Евгению, Евгению, Наталье, Владимиру, Максиму. Посети болящих, пошли мы сцеления, дай силы, крепости, безропотно перенести крест, возложенный Тобой. Сергея, Алексея, Александра, Александра, Анна, Анна, Валентину, Валентину, Янину, Тамару, Игоря, Акелину, Александру, Василию. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все в свое время будет на пользу. С Твоей помощью. Аллилуйя. Путешествующих благослови и возврате, и раису львах. Отступников Николая, Михаила, и всех найди, обрати, не дай им погибнуть в ожесточении сердца. И сохрани правителей от покушения на них, наведи страх Тво на них, чтобы они знали, что над ними есть Ты, Царь, царствующий, и Господь, господствующий. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Не дай им погибнуть. Аллилуйя. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Морею, Татьяну. Аллилуйя. Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение, жизнь вечную, отошедшей от жизни всей родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори, и проведи по мытарствам новопредставленную любовь. Иоанна. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и сохрани наши сокровища, сайты, форумы, все, что есть на нем. Защити от желающих причинить ущерб церкви твоей, трудящихся Игоря Юрия Дмитрия Виктора. Благослови их, владыка. И нас помилуй, милости Твоей ради. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, а воучи. Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна, слава Его, аллилуйя. Слава Вышнею Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину, аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими и сохрани наше сокровище, Господи, книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты меня хранил от видимых и невидимых опасностей. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дару жилье Сергея Гаврилову, дабы никогда не роптать и никому не завидовать. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Моли Бога о нас, Святитель Христов Никола, мир лекийский, чудотворец, образ, крутость и воздержание, добрый архипастырь. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но и Иосиф, патриархи, Ездранье, Мямос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изекииль, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом в пророческом церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлено с неготовыми, но чтобы вышли на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, с соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы и серафимы, все небесные силы к престолу Божию, предстоящие святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфеи и Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский Устин, Философ, Касмай Демен, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин Иосиф, Борис и Глеб. Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста и дары добрую веру Анфиму Вениамину и устрашей родителей за такое ложное воспитание детей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, цветы и отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Влатоус, Апанасий Великий, Фрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий и Опащанский, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кроштадский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранись нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков развеи и в ничто преврати. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и защити место сие, дабы чужды не приблизились к Нему. Всподобенность сегодня быть причастниками великого таинства, принятия тела и крови для жизни вечной, а не в осуждении. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла Первомущин, Сафатина, Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепетовья, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроника Юни, Киприяна Устина, молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, Соломудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания, и справ не покорилось, Галина, семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галина и Анна, прими нашу молитву, Господи, воздьяни рук, как жертву вечерней и благоухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Господи, Боже наш, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя, говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши трапой. Аминь. Доброе утро. Это сегодня воскресенье, повторяю, у нас краткое моление, и мы сразу начинаем сейчас, как всегда, насчитываем, озвучиваем, просили, занятия, которые я вел с 91-го года, мы православную деревню строим, ну и каждое воскресенье, в то время я чтецом не был, в храме проповеди не говорил, это потом, когда епископ меня рукоположил, чтецом, чтобы можно было в храме говорить проповеди, при епископах такое было, вот, и темы разные, что-то случилось, и по этой теме проповедь была, допустим, не погода, а погоде, приехали гости, гости, что о гостях говорит Библия, я отвечаю по четырем параметрам, что говорит Священное Писание, Святая Библия, что говорят об этом святые отцы, а это патрология меня, 300 томов, это не две книги, дальше, что об этом говорят жития святых, это 12 томов по Дмитрию Ростовскому, и две книги, еще добавок, новая святая канонизированная, настольная книга священнослужителей, патриархии московской выпущенные, такие капитальные книги, второй и третий том, там 173 жития новые, я их насчитывал все, ну, поэтому цифры мне известны, и последнее, это по житиям святых, смотрим, значит, Библия, святые отцы, что об этом говорят, каноны церкви, каноны, книга правил, и жития святых, я вел занятия в то время, в пяти университетах, в десятках школ, во всех отделах милиции, воинских частях, три радиопрограммы, то есть, на заводах, фабриках, и, ну, даже сказать нельзя, где не проповедовал, это Господь так открыл, после широкой двери, и в 91 году, мы получили статус, наконец, строим деревья, наша родная деревня была в 72 году разрушена, в то время, таких деревень в Алтайском крае было 360, полностью исчезли, а в стране 21 тысяча, если кто не знает, что деревни-то исчезают, откройте интернет, и посмотрите, 21 тысяча государствообразующих поселений исчезли, а там все было, сады были, овец держали, засевали землю, страна исчезающая, вот здесь у нас, я в Алтайском крае живу, Барнау город, в законодательное собрание и выступала депутат от КПРФ, ну, я просто говорю, как есть, не то, что я там коммунист какой-то, Нина Данилова, такая женщина активная, и она говорит, вот деревня закрыта, это не просто из списка вычеркнули, это потери земли, она пустой, эта земля не будет, тут будут китайцы жить, как он говорит, их уже 25 миллионов, я не знаю цифру, то действительно так, что там землю отдают им в расстройку, на 50 лет, это навсегда, как Аляску, в середине Россия, средняя там, где живут, там с юга идут, узбеки все, пустые деревни занимают, это потери земли, государства, это она говорит, она говорит, как политический деятель, действительно это так, и вот мы свою родную деревню решили восстановить, о, там депутаты воевали, не давать земли, лопаты выкопали, там участок какой, глину, денег-то нет, эту глину с соломой мешать, станок сделали, делаем кирпичи, саман, один дом построили, ну у нас были знакомые, близкие в Москве, отец Глеб Якунин, это в Думе, отец Аким ездил и встречался там, и когда вернулся, уже депутаты голосовали все против, на районной сессии, а тут уже все проголосовали за, видите как меняется все, и вот уже 25 лет, после 14 мая батюшка приехал, в 91 году, там курочек таких привез, бентамских маленьких с собой, лопату, и начали строить, а теперь у нас там электричество, получили статус, от центральной дороги к нам написано Потеряевка, на карты нанести, то есть официальная школа у нас работает, до 9 классов, верующие только, православные все, там школа, мирская школа-то, но учителя, все христиане православные, начинается с молитвы, программа школьная, как во всем государстве, так же экзамены сдают, а потом, в городе, у кого родственники есть, у них заканчивают университеты, мы не подпольные какие-то, преподают, что там и музыка, иностранные языки, и интернет работает, там почти в каждом доме, вот, я рассказываю, как это есть, еще почему, пришлось на улице мне говорить, тематически, и старостный был магнитофон, у него такой кассетный был, и он записывал, что-то оборвалось, и потерялось, и потом я это все перепечатал, в ворде, в наших книгах, у меня 38 томов книг вышло, открытым оком, каждая книга, 752 страницы, то есть это большие книги, книги в разных библиотеках, развезли коротко, так, уголь-то засыпь только, где, чтобы людям, как-то дать знания эти, и поэтому, я сказал, 123, вернее, сохранилась тема, мы их насчитываем утрами, но сегодня у нас некогда, но каждое утро мы насчитываем события дня, события дня, что было, это часовая у нас программа, и она все на нашем ютубе выставляется, вот сегодня, сейчас вот я выключу вас всех, и мы тут подключимся, по-новому начнем насчитывать, я вас подключу, кому надо оставайтесь, я же не вижу, кто тут есть у нас сегодня, я вижу, что сколько здесь, два, три человека, вот, ну, Господь усмотрит кому, так, Володя, приготовься, сейчас я выключаю, и начнем события дня, спасибо за субтитры, отлично субтитры, это��外 filter, это положено, чтобы было, чтобы мы2 быстро, надо заполнить, его нами sentido, и закручиваем, которые,